Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампыри, Финляндия. Я начинаю свой репортаж от Томио Кирко, церковь. И здесь большая доска объявлений, какого дня, в какое время идет служба, праздники и так далее. Если вы в центре Тампыри находитесь, я очень советую посетить вот этот старый район. Ну и посмотрите, как все красиво еще, зелено, скажем так. Но все равно первые осенние листья уже упали. И я смотрю, вот это дерево, красная рябина. Можете себе представить, как раньше говорили финны, кактусы и канта. То есть, если много ягод, не будет выдерживать дерево снега. То есть, не может быть много снега в этом году, так как много ягод. Ну, это старое поверье. Не знаю, работает ли оно еще. Посмотрим, сколько в этом году будет снега. Ну и вот эта доска объявлений, посмотрите. Будьте любезны, есть сеньори Мешут, служба. И здесь праздники и так далее. Ну и я направляюсь в центр Тампыри, вот так тихим шагом. Иду, любуюсь, останавливаюсь. Хочу снять какие-то кадры, вставить, конечно, видео. Ну и мне нравится, что сейчас вот такая погода. Не жарко, но еще все равно плюс 15. То есть, для Финляндии плюс 15. Это тепло, тепло, тепло. Ну и я, конечно, направляюсь всегда в центр, чтобы поснимать стрит-стайл. Посмотрю, как люди нарядились, утеплились. И у нас раньше был вот такой тоже куст. К сожалению, до дерева оно не успевало вырастать. И я срезала вот эти цветы. И когда они высыхали, так красиво они стояли практически всю зиму в Азии. Ну и здесь у нас старая пожарная Азема. То есть, если вот действительно старый центр вы никогда не видели, я с этой стороны попытаюсь его показать. Ну и много домов 60-х годов. И сейчас много домов новых. Вот когда я показываю, я сама даже не знала. Вот посмотрите, этот дом, почтовая открытка. Он новый, но он как красиво вписался вот в этот старый район. Да, много раз старые дома нету смысла ремонтировать. Их сносят и строят новые, с новыми коммуникациями, лифты и так далее. То есть, конечно, вот здорово, что есть возможность показать вот так. Ну и здесь у нас подъемный кран. Я с прошлой стороны снимала, когда выходила из Токмана. И говорю, вот этот дом снесли, и здесь будет новый дом. Ну, конечно, квартиры дорогущие. Это центр Тамбера. 5 минут Стокман, 4 минуты. Раут от Еазема, железнодорожный вокзал. Все в шаговой доступности. Ну и когда я говорю народ, когда приезжаете в Тамбере, никакого каблука, никакой шпильки и так далее. Да, хорошую обувь нужно иметь. И вот я иду за девушками. И у одной, и у второй. Вот такие кроссовки на хорошем ходу. Да, конечно, лучше поберечь свои ноги. Ну и теперь идет трамвай. Вот несколько лет в Тамбере строят трамвайную линию. Я показываю видео. У меня есть обзор. Первый трамвай, который пустили. Вот такой тестовый. Ну, всегда здорово что-то снять про Тамбере и показать. И со стороны Стокмана, с правой стороны, идет ремонт. И посмотрите, теперь на первом этаже есть точно такой секонд, когда я снимаю на последнем этаже и показываю, делаю обзор. Теперь на первом этаже есть кафетерия и точно такой же секонд. Да, конечно, удивляет, что в Стокмане два секенда. Ну и с другой стороны, да, вот никогда мы не знаем, что люди покупают, когда они покупают и, как говорится, зачем они покупают. Ну и Стокман все равно самый дорогой, самый красивый магазин в Тамбере. И я знаю, многие в жизни, как говорится, не были. Они предпочитают сокос. Ну и вот хороший пример дама с ходунками. Все равно она направляется в Стокман. Конечно, Стокман вот такая красота. Очень жаль, что в Стокмане закрылся продовольственный магазин. Был вот такой Херко. Там, конечно, было много вот таких деликатесов, которые вы не могли купить ни в призме, ни в сети-маркете. Ну и так как Тамбере город туристический, много людей приезжают, вот как говорится, с чемоданами посетить Тамбере, поэтому всегда есть вот это движение перед вокзалом. Ну и витрины сейчас оформлены на утепление. Я, конечно, витрины снимать не умею, так как они всегда отсвечивают. Вот много раз я в витрине вижу себя, а не манекен. Ну вот, смотри на манекены. Нет у меня какой-то эйфории сказать, о, сейчас последние деньги потрачу и куплю вот такую леопёрдовую юбку. Ну и люди, конечно, одеты настолько. Просто нет вот этой бантяжницы, что сейчас как я наряжусь. Да я как вы, чтобы на меня все смотрели. Нет, главное, чтобы было удобно. И вот в этом магазине я снимаю много раз обзоры. Да, хороший у них выбор, конечно, много раз. Я смотрю, что переставляется это справа налево и слева направо. Но опять же, видите, смотря какая зима. Если будет длинная осень, люди ходят в кроссовках, а потом, как говорится, немножко выпадет снег, они переобуются и потом уже будут ждать весну. То есть, если снега мало и морозов нет, много раз люди ходят вот в таких кроссовках. Да, конечно, если снега по колену и минус 30, в кроссовках можно отморозить ноги, поэтому зимние сапоги продаются лучше. Ну и финки обожают рюкзак за спиной. Мы много раз обсуждаем с своей подругой. Я говорю, ну вот нет такого, что какую-то красивую сумку через плечо. Нет, они обожают рюкзак. Ну и в принципе рюкзак хорош. Если плохая осанка, плохая, больная спина, рюкзак это самое то. Но это мое мнение. И опять же, я всегда за то, за удобство. И вот хороший пример. Вот такая женщина, наверняка 70+, а может и 80+. Скандинавская ходьба. И у нее брюки от Маримекуа. Ну какая красота! Ну и вот этот мужчина в колготах уже попадается мне второй раз. Ну и посмотрите, девочки молодые. Молодежь всегда красивая везде. Волоски длинные, ухоженные. Красивые у них фигуры стройные. Ну и, конечно, большие шоперы от Маримеку. Я всегда, вот сколько смотрю, удивляюсь, что нету, нету никаких вот таких других больших сумок. Все-таки, конечно, Маримеку в Финляндии рулит. Они не купят ничего. Вот они хотят потратить свои денюжки на Маримеку. Ну и опять же, про обувь. Да, Nike, Nike, Nike. Я сама сейчас купила кроссовки. Кроссовки вот такие черные, обыкновенные, чтобы ходить в них осенью. Ну и мимо шла Lidl. Увидела, что вот такие пакеты за 2 евро стоят. И, как говорится, есть возможность купить. Зашла, думаю, ну я не я буду, если я такой пакетик за 2 евро. Дай Боже, что нам негоже не куплю. И мой сказал, Господи, ты на автобусе привезла такой пакет. Я говорю, да, ну тяжелое было только вот этот манго. Я хочу сделать фруктовый салат. Тут 4 банана, 2 яблока, большой манго. Я сделаю фруктовый салат. А из перца здесь вот такой перец 1 и 2. Два перца и салат. Сделаю большой салат. Ой, какой манго спелый. Прямо пахнет манго. Ну суперски мне подфартило. Вот такое за 2 евро я купила в Lidl. Ну и, конечно, много раз люди спрашивают. Оля, Хэллоуэйн. Вот этот праздник я не отмечала никогда. У меня ровно один есть крансик от этого праздника реквизита. Я не покупаю ни скелетов, ни вот этих ужасных украшений. Я считаю, что это праздник какой-то сатанистский. Да простят меня люди, которые такой праздник отмечают. Ну если вы вот эти скелеты вывешиваете и приучаете детей вот к этому ужасу, ну как говорится, пожалуйста, я не знаю. В Финляндии мои дети никогда не ходили собирать конфеты вот из-за этого праздника. Да, Пасха это совсем другое дело. Они ходили каледовать. Но вот такое, конечно, я не знаю и не приветствовала никогда. Ну и так как сейчас начинается сезон дождей. Да, вот сейчас последние деньки теплые. Ну и потом начинаются дожди. Я тоже достала уже, как говорится, вот такую одежу на то, что если будет мокро, да, уже, конечно, ни в каком пыльнике ты пройти не можешь. Но все равно сегодня вот такой хороший денек. Мы приехали с Кео в Сокос на 3 плюс 1 дни. И вот сейчас идут туристы. Не знаю, откуда эти туристы. Опас говорит по-английски. Я сама остановилась посмотреть, послушать, про что она рассказывает. Вот так пешком по Тампере туристы посещают центр. Ну, видите, как все-таки здорово, что туристы есть. Туристы покупают сувениры. Туристы живут в гостиницах. Туристы обедают в Тампере, посещают музей и так далее. Конечно, здорово, что туристы есть. Они оставляют хорошие деньги в Тампере. Ну, и сейчас, конечно, еще вот такое время. Люди не знают, как одеваться. Есть, я снимаю, женщина прошла. У нее были перчатки, шарф, шапка. На шапку натянут капюшон. То есть у нее было настолько утепляемся. Помните, вчера я снимала мужчину в шортах и в колготках. То есть, конечно, ну, настолько разношорстно люди одеты. Ну, это из-за того, что, да, конечно, если ты вышел в 7 часов утра, это совсем другая погода. А если ты вышел после 10, вот, как говорится, уже будьте любезны. Ну, и Йоуцин, магазин финский. Финские куртки, финские одеяла, финские подушки. У меня есть несколько обзоров на канале с этого магазина. Если вы проголосуете, конечно, новиночки. Очень бы хотелось прийти снять. Ну, и, конечно, примерки. Я с удовольствием примерю бальто. И в прошлый раз я показываю шапку. Многие написали, Оля, как вам здорово этот цвет. Хотя я вот к такому песочному цвету равнодушно отношусь. Но, опять же, какая зима. Если минус 30, ни в каком полиэстере ты не сможешь согреться. Конечно, натуральный пух должен быть. И Йоуцин очень хорошо продается. К сожалению, он переехал сейчас. Вот с этой стороны магазин маленький. Но, с другой стороны, здесь, видите, все. Здесь и Маримекко. Вот я тоже пытаюсь сейчас снять. Но я вижу, отражается в витрине мой розовый шарф. Вот как тяжело снимать витрины. То есть отражаюсь я, а не Маримекко. Ну, и вот эта девушка с розовыми волосами. Да, иногда финки любят эксперимент. То есть сегодня она розовая. Через неделю она может быть зеленой. А если она была розовая, и она захочет платьем, у нее получатся зеленые волосы. То есть, да, иногда смотришь на волосы и думаешь, мам, дорогая. То есть эксперимент, скажем так, не удался. Ну, и все равно сейчас вот эта центральная улица самая движуха, так как 3 плюс 1 день в Сокосе. Ну, и я смотрю на эти пакеты, которые люди несут. Да, покупки есть, все верно. Со скидочками можно что-то себе любимое купить. И я смотрю, сначала было 3 плюс 1 в сети-маркете Мамути Маркинат. Потом будет в Стокмане Хулут Пайват. Потом будет в Коске Кескос. Тоже какие-то праздники. Вот всегда заманивают купить. Ну, и девушка-азиатка прошла с большим пакетом от Маримеку. Ну, это все понятно. Да, они, конечно, любят Маримеку и покупают. И много раз мне задается вопрос. Оля, ну, все равно дорого. Маримеку дорого. Да, ну, вы не забывайте, в Америке и в Канаде он еще дороже. И в Японии. Так что люди покупают и радуются жизни. Народ, всем хорошего сентября. Уже, как говорится, последние деньки начинается октябрь. Ну, и подписывайтесь, пожалуйста. Если вы еще смотрите подписки, на это у вас уйдет буквально 10 секунд. Если я вам надоем, отпишитесь, никакая не проблема. Ну, и если YouTube не тянет, он замедлен и так далее. Просто ролик невозможно посмотреть. Да, Яндекс.Цен я пытаюсь дублировать ролики туда. Ну, и проезжая свой район, вот до сих пор строят эти острова, на которых будут возвышаться дома. Не знаю, когда эти дома будут возвышаться, но вот все равно ремонт еще и идет. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампера, из Финляндии. Всем фельдскульт привет. Пожалуйста, напишите комментарий. Я про это, наверное, говорю в каждом видео. Не хворайте.